После доклада первым вопрос губернатору задавал депутат Михаил Чалый. Внимательно посмотрев на заранее приготовленный листочек... Дмитрий Владимирович. Слуга народа задает вопрос по зданию диалог на Большой Морской и примыкающей к нему лестнице. Вопрос, в каком состоянии находятся сейчас эти объекты и когда можно ожидать, что будет так и уменьшен этот циклопический диалог, да, разумная этажность, и будет восстановлена историческая лестница. Вопросы по объекту решаются уже не один год. Ведь процесс сложный, кому как не депутатам, которые позиционируют себя севастопольцами, этого не знать. Но, видимо, предпочитают не вникать в суть. И сам же губернатор подчеркивает, что ответы на этот вопрос известны. Вы знаете, что решение по таким тяжелым спорным объектам принимается судом. Мы в судебном процессе добиваемся тех решений, которые и вы в том числе ожидаете. По лестнице восстановление будет осуществлено в соответствии с решением. Насколько я знаю, уже должны, либо уже приступили, либо должны приступить к работам. По сносу верхних этажей, насколько я знаю, было решение между, то есть и не то, что ожидали жители, и не то, что ожидал застройщик, которое должно быть реализовано. У депутата Кулагина вопрос тоже с листочка. Зачитывая его, поглядывает в зал. Видимо, ищет поддержку старшего товарища. Но у губернатора этот вопрос вызывает недоумение. Ведь все ответы как на ладони. Не представите ли вы информацию о судьбе контракта по внесению ранее учтенных объектов капитального строительства в реестр собственности Российской Федерации? Все внесли, перенесли данные. В этом году у нас полная кадастровая оценка всех оксов, контрактов. От вопроса к вопросу, от пояснения к пояснению губернатор давал развернутые ответы, каждый раз обращаясь и возвращаясь к докладу, ведь в нем он подробно изложил информацию по каждой сфере жизнедеятельности города. Но некоторые депутаты, судя по всему, преследовали свои интересы. Только что им пришлось уступить губернатору в важнейших поправках в бюджет. О выплатах ветеранам к 9 мая, доплатах учителям и врачам. Не получилось сорвать поправки, решили манипулировать на отчете. И в главных ролях все те же, так называемые, слуги народа. Деятельность правительства необходимо признавать неудовлетворительной. Обсуждать отчет, видимо, мнение имеет смысла. Напомним, накануне отчет губернатора был принят ветеранскими активами, городскими объединениями, а ранее его одобрил и сам президент России. Но, видимо, такая позиция даже гаранта Конституции депутатов-чилистов не устраивает. Татьяне Щербаковой для того, чтобы признать доклад, нужна виза главы государства. И на доверие, она считает, отношения не строятся. Он согласован на уровне президента. У вас есть документ, на котором стоит виза президента? У меня лично нет. Я склонна доверять исполнительной власти. Это ваше право. Я считаю, что доверие – это не та, скажем так, эмоция, которую от нас ждут избиратели. Мои избиратели ждут, что будут деньги бюджетные расходоваться эффективно и в их интересах. А у вас есть подтверждение, что это не так? Если бы у меня были прямые доказательства, я бы направила это все в суд. И все может быть и ничего. Споры, диалоги, мнения, нежелание высказываться или, наоборот, большое желание говорить. У депутатов-чилистов это уже норма. Никакой конкретики. И к этому, кажется, уже привыкли. Но есть одно но. На этой сессии бывший народный мэр, всем известный бизнесмен, не просто в очередной раз показывает свое истинное лицо. Но и, кажется, переходит все границы. Алексей Чалый в своем выступлении с трибуны прямо оскорбляет законного представителя власти, называет его лидером преступной группировки. Многие приглашенные были ошарашены. Все, кто следили за прямой трансляцией, на миг остолбенели. Некоторые депутаты даже покинули сессионный зал. У меня возмущения не было предела. Вы видели, что я со своей коллегой Сандуловой Татьяной Борисовной покинула на время выступления отдельных товарищей зал заседания. Я вам честно скажу, возвращаться в этот зал заседания я более не намерена, во всяком случае, в пределах сегодняшнего заседания. Это не имеет никаких ни границ, ни рамок, ни взаимовыражения. Мне бы хотелось, чтобы определенная часть товарищей вспомнили, что они все-таки члены фракции «Единая Россия», как минимум. Совсем недавно был принят закон об этике депутата. Я надеюсь, что руководство Севастопольского регионального отделения, заслушав сегодня и просмотрев заседание, все-таки сделает выводы. Сам же губернатор на прямое оскорбление, которое, по мнению экспертов, подпадает под уголовную статью, отреагировал спокойно. Знаете, реагировать на маниакальное, тщеславное поведение уже невозможно. Ну, надо успокоиться. Героями русской весны был весь город. Все жители, которые пришли на площадь, и они ждут соответствующего, уважительного отношения. Они просто скандалы с чинепетили. Ничем не подтверждены. Свой доклад на этой сессии Заксобрания губернатор начал и закончил, по сути, одной и той же мыслью. Убежден, что с формированием нового социально ответственного состава законодательного собрания Севастополя в сентябре этого года работа по развитию города получит новый импульс. Эти же слова уже после сессии он повторил журналистам на пресс-подходе, добавив, что не планируют возглавлять список «Единой России» на предстоящих выборах Заксобрания. Я в целом далек от партийной повестки, я в целом далек от той скандальной фейковой повестки, которая существует, потому что иногда достаточно много времени можно тратить на объяснение некоторых своих позиций, потому что представление того, что сказал, все равно происходит в том ключе того человека, который за это деньги платит, Чалова. Это у нас происходит объективно в городе. Надо с этим смириться, смотреть на депутатов, которым платят зарплату, слушать заявления, которые ничем не подтверждены, никакими решениями, увольнение педагогов, еще что-то, уголовные дела. Надо с этим смириться, подождать, когда город осознанно сделает решение на выборах Заксобрания в сентябре и работать с составом, где будут 24 личности, а не 12 клонов. После отчета наша съемочная группа попыталась получить комментарии от депутатов-чилистов, узнать их мнение о провокационном высказывании их предводителя. Но они по привычке, в прямом смысле, убегали от ответа. Хотя некоторых нам все-таки удалось поймать. Если губернатор не согласен, у него есть все основания обращаться в суд, это его право, равно как и право любого депутата, высказывать свое мнение. Депутаты имеют говорить право, все что угодно. Все-таки, может быть, прокомментируете то, что сегодня произошло? Все-таки не готовы прокомментировать, что сегодня произошло? Что не произошло? Смотри, как шурстно. Наталья Двутина, Марина Степанова, Сергей Котляренко, Михаил Волобуев. Новости ИКС-ТВ.